Несколько депутатов партии социалистов готовы покинуть политформирование. С таким заявлением выступил мэр Бельца, председатель нашей партии Ренат Усатый, сославшийся на свои источники. Сегодня из последних сил удерживаться, насколько я знаю, часть депутатов партии социалистов, которые хотят уйти. Сколько таких депутатов? Еще раз говорю, часть депутатов. Давайте ограничимся. Усатый утверждает, что переговоры между социалистами и демократами по созданию коалиции начались в августе прошлого года. По его словам, в демпартии продолжаются перестановки, и Павел Филипп может лишиться поста главы политформирования. У Павла Филиппа сложная ситуация, потому что его Додон шантажирует некоторыми уголовными делами. Не умеют они голодать. А Филипп, несмотря на то, что очень богатый человек, это человек, который из своего кармана, Паша, если вытащит тысячу долларов, он потом закроется в гараже, будет плакать месяц. Сегодня они также живут за счет денег от кого-то. Об этом поговорим в другой раз. Лидер нашей партии не упустил возможности сиронизировать и по поводу действий президента Игоря Додона. Вот это, видели, да, все эти? Алло. Тетя Нина, ее президент Игорь Додон во телефоне. И просто вся страна угорает. Майя Санду его зовет на дебат, он выходит, что говорит. Пусть она по рекомендации моего друга Лем Гагазманова начнет отжиматься. Где Додон и где отжимания? В телефонном разговоре с журналистом телеканала секретарь парламентской фракции социалистов Василий Боля назвал слова Усатова полной чушью. Представители Демпартии с реакцией на заявление мэра Бельс пока не выступили. 17 февраля состоялась закрытая встреча группы депутатов Демпартии с фракцией социалистов. На ней присутствовали Игорь Додон и премьер Ион Кику. Прессу о событии не известили. Субтитры создавал DimaTorzok